Вопросы к российским вузам существуют давно и достаточно серьезные. Большое количество самых разнообразных учебных заведений, ряд скандалов, связанных со взятками торговли учеными степенями и бюджетными местами, заставили руководство страны более внимательно посмотреть на систему образования. 20 ноября Минобр России опубликовал обновленный список неэффективных вузов. Что делать с каждым, окончательно решат до конца месяца. Сегодня будущие учебных заведения Чуваши обсуждали глава республики, министр образования и ректоры ведущих вузов. Их мнение выслушали мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Шоклев. По данным Миноборнауки России, в Чувашии ведут образовательную деятельность с признаками неэффективности, ЧГПУ имени Яковлева, Чувашская сельхозакадемия, а также 8 филиалов высших учебных заведений. Оценивались образовательная, научная, международная, экономическая деятельность, материальная база и инфраструктура. Действительно ситуация достаточно напряженная, так как она затрагивает интересы наших жителей, наших юных граждан, которые в системе профессионального образования, высшее профессиональное образование нацелены получить качественное образование. И конечной целью мониторинга, который проводился в течение месяца, август-сентябрь, конечно, конечной целью является, еще раз хочу, чтобы все выяснили одинаково, это повышение эффективности деятельности каждого учреждения системы высшего профессионального образования. И с тем, чтобы удовлетворить спрос как личный для наших студентов, но прежде всего, конечно, социально-экономические потребности, кадровые политики, чтобы вы выполняли. В каждом из названных вузов и филиалах сейчас спешно разрабатывают программы оптимизации процесса обучения. К примеру, в сельскохозяйственной академии уже со следующего года планируется открытие международного отдела. Конечно, мы региональный вуз. Для нас главная задача была подготовка специалистов для Чуваши и других регионов России. Раз такой вопрос встает, мы думаем, что в 2013 году создадим отдел по международным, международный отдел. И в 2013 году планируем привлечь студентов в зарубежные страны. И мы хотели бы, конечно, мы наше предложение, чтобы СНГ включили. Есть желание с Молдавией работать, значит, Армении и Грузии и так далее. Южно-Осетия и, значит, Абхазия. Чтобы побороться за свое существование, Сельхозакадемия и Чувашский педуниверситет должны до конца этого года разработать программу мероприятий, которые сделают их работу более эффективной. Решение же о судьбе восьми вузовских филиалов, расположенных на территории республики, будут принимать главные вузы. Межведомственная комиссия, которая заседала недавно, она прислушивается мнению как Совета ректоров, так и мнению субъекта Российской Федерации именно с точки зрения наших видений, перспектив и востребованностей этих учебных заведений. Моя задача, моя позиция, конечно, сохранить по максимуму все эти государственные учреждения, которые представлены на территории нашей республики. Во благо жителей, во благо молодежи, как юноши, так и девушек, ибо показатели у нас ежегодно улучаются, и выпускники наших общеобразовательных школ, выпускники ваших учебных заведений достойно на сегодняшний день трудоустраиваются. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.